Всем огромный привет! Меня зовут Юлия Лысенко. Вы смотрите программу «Отдел кадров». Нормально я выгляжу. Сегодня мы находимся не на съем... Давай, сейчас. Я хочу вот эту штуку так делать, она не делается. Это набережная города Москвы, где свое сегодняшнее очер... Где сегодня очередное творение снимает джига. И находимся мы не на съемочной площадке, и не в... Юля, соображай, пожалуйста. Всем огромный привет! Сегодня свое новое видео. Всем огромный привет! С вами Юлия Лысенко. Вы смотрите программу «Отдел кадров». Сегодня свое видео снимает певец джиган. И мы находимся не в специальном съемочном павильоне, а на набережной Тараса Шевченко. Это набережная города Москвы. Режиссером станет Павел Худяков. Что из всего этого получится, вы узнаете в нашей программе. Сегодня в программе. Джиган предпочитает снимать в клипах своих подруг. Моя хорошая знакомая, подружка. Кто вдохновляет джигана на создание новых песен? И почему Павел Худяков в очередной раз стал режиссером его видео? Настоящее имя джигана – Денис Александрович Устименко-Вайнштейн. Первая часть псевдонима «Джи» появилась благодаря обладанию очень редким альбомом рэпера Ice-T – Original Gangster. Вторая «Ган» стала отражением его любви к оружию. На сегодняшний день джигана можно смело назвать одним из самых известных хип-хоп-артистов нашей страны. Свою карьеру он начал еще в девятом классе, а свой первый рэп-эксперимент претентовал на выпускном вечере в актовом зале. Уже тогда его хорошо знали на Украине. Еще бы, ведь Джиган родился и вырос в Одессе. Там, кстати говоря, он и начал активно продвигать хип-хоп и R&B вечеринки. Но большая популярность к нему пришла только после подписания контракта с лейблом «Блэк Стар». Вся наша туса не пропадается, фиш. Не будь за покерным столом тем, кого кричат фиш. Мы делаем деньги, пока ты мило запиш. Так, членом большой семьи во главе с Тимати, Джиган выпустил несколько супер-хитов, тем самым завоевав любовь зрителей. Улетучилась горечь обиды, это вопрос закрытый. И кто из нас теперь у разбитого корыта? У меня есть все, о чем лишь мечтал прежде. Почет и деньги, я на волны гребни. Несмотря на свой, особенно в последнее время, образ скачка и громилы, между прочим, мастер спорта по кикбоксингу Украины, Джиган под грудой стальных мышц прячет хрупкое сердце, а выдает это его любовь к лирике. В общем, душесчипательные дуэты у артиста получаются на все 100%. Как магнит тянет к ней? Необъяснимо, она часть меня, моя половина. Береги любовь, не не отпускай. Прорезу нашу любовь до самой смерти, Ты та, от которой мне нужны дети. Вновь мне сердце, согреешь руками. Вечерами хрустальные чувства блонки, Но растаяли потом, как лед тонкий. Но время, как известно, не стоит на месте. Вот и Джиган решил двигаться вперед. Экспериментировать, правда, теперь только в одиночку. А служив лейблу Black Star 6 лет, Денис Александрович принял решение уйти в одиночное плавание. Скажи, пожалуйста, об идее, об идее песни. Интервью, перелеты, вопросы и пресса. Порой все это так давит весом. Отключу телефон и словлю такси. Я хочу пройтись по улицам Москвы. Идея клипа – это романтическая история двух людей, которые в обычной московской пробке зимой застревают и, увидев друг друга, переносятся, мечтают, чтобы оказаться где-нибудь на океане, на побережье. И оказываются в Майами. У них происходит романтик. И потом все возвращается обратно в Москву. И они различаются по своим делам. Просто такое мечтательное видео. В съемке своего нового клипа Джиган доверил именитому Павлу Худякову, с которым они уже успели посотрудничать и не раз. Интересно. Есть одноклассницы и в Москве. Тоже есть одноклассница. Со мной все это время спина к спине. С каждым днем мы все ближе к нашей мечте. Как мы высекаем искры локтями. Ты не танцуешь. Все потому, что ты камень. Заглянув в раздел «Наша работа» на сайте Худякова, на секунду задумываешься, а не сайт ли Тимати это? Ну или Блэкстара? 23 клипа из 85 представленных на сайте принадлежат Тимати и его компании. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшней задумке. Я знаю, что часть клипа вы снимали в Майами. И здесь продолжение. В чем сюжет? Совершенно верно. История про двух людей, которые встретились в пробке, переглядывались и представили на какое-то время, что из снежной Москвы они попадают в солнечный Майами. И в конце видео они разъезжаются каждый по своей дороге. То есть сегодня снимается Джиган, а где его спутница? Она вон греется в машине. А кто стал сегодняшней героиней в твоем видеоклипе? Моя хорошая знакомая, подружка. Раньше я думала, что артисты действительно подолгу находятся в пробке, чтобы снять эпизод машины, пробки. Москва, все сигналят. Но ничего подобного. Павел Худяков просто-напросто создал импровизированную пробку из машин, наверное, ну штук семи. И артисты якобы находятся в пробке и падает снег. Хотя на улице далеко не зима, а уже пахнет вовсю весной. Сегодня, конечно, было очень холодно и все безумно замерзли. Но я думаю, что результат будет стоить того. Новое видео снимал певец Джиган. Режиссером стал Павел Худяков. Клип будет очень интересный, потому что часть съемок происходила в Майами. Сегодня была досъемка. Что же из всего этого получится, вы узнаете только в готовом видеоклипе, который вы увидите прямо сейчас. Смотрите.